МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Олег Марков. Я солист балета театра Эйфмана. Всю жизнь проработал в этом театре, творческую жизнь. И в данный момент я плавно перехожу уже на педагогическую деятельность в этом театре. С чего все началось? Во время обучения в Аганске я попал на спектакль Эйфмана «Пиноккио». Это детский спектакль с невероятно трагическим финалом, где погибает главный герой «Пиноккио» в костре, но потом перерождается в мальчика, оживает, и все заканчивается хорошо. Драматургия и хореографические языки Борис Яковлевича меня настолько увлек, что где-то уже в подкорке в детские годы я себе записал, что я должен попасть именно в этот театр. После выпускного, конечно, вот эти все мысли из подкорки вылезли наружу, и я понял, что действительно я очень хочу попасть в театр в Аганске Эйфмана. Я попал условно, с испытательным сроком, но за полгода, которые мне были отведены, я сделал все, что было в моих силах, чтобы удержаться в этом театре и развиваться дальше, и мне это удалось. Как раз вот этот вот спектакль «Пиноккио», который я видел еще в детстве, когда я пришел в театр, он еще был в репертуаре, и мне досталась партия «Голубя». Это был такой помощник феи. Это было очень сложно, очень волнительно, потому что она была поставлена в классическом таком хореографическом стиле, но с элементами современной хореографии. И так как в мое время обучения у нас не было вообще никакой современной пластики, мы только могли какие-то кассеты, вот эти ВХС, получить где-то, увидеть это, у нас только Вася Яковлевич отвечал за современную хореографию, и осваивать вот эти современные элементы было невероятно трудно. Все мы делали с нуля. Но, тем не менее, я подготовил эту партию, и это была моя первая сольная партия в театре. Когда я увидел спектакль «Чайковский», я понял, что это совершенно какая-то неимоверная высота для артиста балета, да, станцевать партию «Чайковского». И глядя на Альберта Евгеньевича Галичанина, я подумал, что ну выше уже не прыгнуть. Он делал это идеально, он и исполнял партию «Чайковского» идеально. Но я увидел то, что я хотел бы сказать сам в этой партии. И спустя много лет я в этой партии вышел на сцену. Эта роль для меня действительно осталась незабываемой. В моей творческой карьере были спектакли «Братья Карамазовы», «Каренинов». Многие говорят, что это моя лучшая партия. «Братья Карамазовы» Но роль Чайковского для меня осталась совершенно отдельным каким-то творением в моей балетной жизни. Я думаю, что для любого человека, который занимается творчеством, самое важное – это результат. Когда мы видим спектакль, когда мы его исполняем, когда мы как репетитор, если я с кем-то работаю над ролью и вижу результат на сцене, конечно, это пик и это то, к чему мы все это ведем. Все наши труды направлены на то, чем заканчивается спектакль, благодарностью зрителей, эйфорией зрителя, который получил заряд и находит для себя новые какие-то стимулы в жизни благодаря нашему искусству. 22 года я выходил на сцену и был артистом балета. И сейчас весь этот багаж, который я накопил в себе, мне нужно передавать молодым ребятам, рассказывать, как выстраивать позы, как подать себя зрителю, чтобы не было недопонимания, чтобы между артистом и зрителем не вырастала стена, а чтобы был диалог между ними. У меня уже есть такой опыт. Мы в прошлом году подготовили с нашим солистом Игорем Суботиным партию Родена. И вот Игорь был моей первой такой работой педагога. И я считаю, что у нас получилось с ним очень достойный результат. И мне хочется продолжать развивать артистов молодых и выпускать их на сцену. Представляешь, что ты улетел как нулей в Париж и уже ты взлетал. Попал в тебя, значит, уже взлетал. Продолжение следует...